Мир науки. Какой он? Мне интересно, что здесь будет. Может, узнаю что-то новое. Это прекрасное мероприятие. Я рад, что я нахожусь на нём. Желаю, чтобы все хорошо провели время и всё им-всего понравилось. Планеты, которые смогут заменить Землю. Считается на спутнике Юпитера или, допустим, там спутники других планет Солнца и системы гигантов. Но я хочу сказать следующее, что туда в настоящий момент времени, разумеется, переезжать невозможно. Учитывая то, что опять-таки влияние солнечного ветра, просто радиация огромная, это очень-очень будущее, о котором даже страшно говорить. Насколько безопасно ездить на такси? Всем привет! В Ференювер Ньюс, а в студии Кристина Отёгина. В зале Попечительского совета Казанского федерального университета прошёл научно-практический семинар с руководителями и сотрудниками организации. Подведомственных Министерства образования и науки России. Обсуждались проблемы, связанные с гражданской обороной, защитой населения, а также с возможными чрезвычайными ситуациями. В рамках круглого стола проректор по комплексной безопасности Решат Гузеров и директор учебно-методического центра Миноборнауки России при Московском государственном техническом университете имени Баумана Дмитрий Копытов провели оживлённую дискуссию и обозначили дальнейший вектор сотрудничества. На базе Казанского федерального университета проходит научно-практический семинар по совершенствованию защиты и гражданской обороны в образовательных учреждениях. Именно та работа, которая проводится по линии гражданской обороны, она, во-первых, в университете проводится на очень высоком уровне. Этому уделяет большое внимание ректор Казанского федерального университета. Именно как проводится работа, какие мероприятия проводятся, как мы готовимся к гражданской обороне. Потому что раньше, скажем, в 80-х годах, 90-х годах немножко стало ослабевать данное направление. Научно-практический семинар по проблемам гражданской обороны. Спланирован он в городе Казани. Участниками семинара являются руководители казанских вузов. Дискуссия была интересная. В ней принимали участие и сотрудники Главного управления ПЧС России по республике Татарстан, сотрудники Минобранауки России по видеоконференц-связи подключались. И продолжать решать проблемы, ну вот, как говорил мой коллега, мы рассчитываем в рамках деловой игры. Четвертый международный научный форум России-Африка продолжается. 20 октября в стенах Института международных отношений с лекцией «Исламский вектор внешней политики России» выступил доктор философских наук, профессор и постоянный представитель Российской Федерации при организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов. Слушателям удалось подробнее узнать о традиционной культуре православия и ислама, о том, чем живет исламская ума и как в России развивалась и продолжает развиваться ее инфраструктура. Также в конце лекции студенты задали вопросы, касающиеся истории политической деятельности Рамазана Абдулатипова, возможных пустях повышения качества исламского образования и развития межконфессионального диалога россиян всех вероисповеданий. В начале 20 века Дагестан был регионом сплошной грамотности, потому что все умели читать Коран, всех обучали. Но светского образования как такового и не было. Поэтому очень важно, чтобы светское и религиозное образование, чтобы они взаимодополняли друг друга. Я думаю, что именно по этому пути Россия и пойдет. В Казанском федеральном университете большое внимание уделяется развитию науки. Чтобы ее популяризировать, в стенах вуза проводятся различные мероприятия и фестивали. Один из таких – «Открывая мир науки». Студентам первого курса Казанского федерального университета представилась уникальная возможность узнать что-то новое. В рамках научного фестиваля каждый этаж в культурно-спортивном комплексе уникс без исключения был задействован в качестве локации для институтов и факультетов. Здесь любой желающий мог принять участие в работе интерактивных точек в рамках лабораторных исследований, прослушать научно-образовательные лекции от приглашенных спикеров, поучаствовать в квесте и вступить в научные кружки вуза. Сегодня на этом мероприятии Институт экологии и предупользования также представляет свою площадку. Здесь мы постараемся познакомить первокурсников с такой интересной профессией, как профессия прогнозиста, синоптика. Мы попросим, посвятим наших первокурсников в то, как же делаются прогнозы погоды, и предложим самостоятельно выполнить несложный прогноз по несложной методике. Я уверяю, что каждый сегодня уйдет с новым знанием, с новым умением, с новым пониманием погодных процессов. Мы участвуем везде. Мы были на квизе, заняли первое место среди первокурсников. И сейчас мы решили пойти на квест, чтобы опять продемонстрировать силы ИТИСа, потому что ИТИСа – это сила. ИТИСа – это всегда первое. Поэтому ощущение – это всегда позитивный настрой, потому что ожидание чего-то нового – это всегда какой-то позитив. С каждым разом масштаб и количество гостей только увеличиваются. И это чрезвычайно важно, ведь образование и наука – это единое целое. Невозможно учиться, не занимаясь наукой, равно как и заниматься наукой, не обучаясь в университете. Студенты и преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии рассказали, как правильно оказывать первую помощь. Ребята из Института геологии и нефтегазовых технологий объяснили гостям, как правильно определять химический состав вещества, из которого сделан тот или иной предмет. Коллектив Института международных отношений провел викторину о знании исторических дат. Это довольно необычно. Мне интересно, что здесь будет. Может, узнаешь что-то новое. Это прекрасное мероприятие. Я рад, что я нахожусь на нем. Желаю, чтобы все хорошо провели время и всем всем понравилось. Разные минералы и вещи для того, чтобы определить, что из них что. Я первый раз в таком участвую, поэтому думаю, что будет очень интересно. Чтобы все набрали то количество баллов, которое они заслуживают. Площадка для демонстрации практических знаний каждого института КФУ. Ребята из разных факультетов и направлений приняли участие в интеллектуальных играх, а также ближе познакомились с научной работой Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универньюс. По всей Казани прошли масштабные рейды сотрудников госавтоинспекции, которые проверяли водителей такси на возможные нарушения. 20 октября стали известны результаты проверок. И сумма заведенных административных дел впечатляет. О всех подробностях узнаете в следующем сюжете. С 16 октября сотрудники госавтоинспекции города Казань начали массовую проверку водителей такси. В связи с этим было остановлено около 500 водителей. И самое значимое, на 200 из них были заведены административные дела за нарушение. Такие проверки проводят уже не в первый раз. Из каждой новой мнения разнятся. Так, пользователи сервисов по заказу такси двумя руками за подобные рейды. А вот сами водители полны возмущений. На просторах интернета можно найти множество видео, информации о жалобах таксистов на пассажиров. Рейды такси, по такси, они бесполезные и людоедские. Объясняю почему. Потому что по букве закона о такси работать нереально, невозможно. Это неосуществимо. Потому как таксистов очень много, машин много, водителей много. И по букве закона они должны утром проходить предрейсовые медицинские осмотры. И автомобиль должен проходить технический осмотр. Вы представляете, какая инфраструктура должна быть, чтобы проверить и выпустить на линию тысячи водителей. Допустим, к утреннему час пику. Ни одна инфраструктура с этим не справится. Первостепенная цель остановки таксистов с сотрудниками ГИБДД – проверка лицензии на коммерческую перевозку людей. С 2022 года ввели закон об обязательном наличии лицензии для работы в таксопарке. А с 1 сентября 2023 года это стало еще сильнее регулироваться законом. За перевоз людей без сертификата можно получить штраф в размере 5000 рублей. А в худшем случае у водителя могут даже конфисковать машину. Помимо разрешения на работу проверяли и техническую составляющую автомобиля. Так оказалось, что больше половины всех машин оказались неисправными. И это могло понести за собой последствия. На мой взгляд, это очень необходимая мера. Это необходимая мера, которая стоит также огромного внимания, потому что это большая проблема. Так скажем, многие сталкиваются с таксистами, которые не выполняют свои требования, нарушают ПДД. И, соответственно, ездят коррели неаккуратно. На мой взгляд, важно следить за теми людьми, которые приезжают к нам и работают непосредственно, потому что они ежедневно могут подвергать риску граждан, как внутри машины, так и за ее пределами. Элементарно не знать знаний ПДД. То есть, разумеется, все это нужно требовать с них, чтобы они все это изучали, повторяли. Стоит отметить, что условия для работы в такси становятся все строже с каждым годом. Для этого есть свои причины. Всевозможные скандалы связаны с непрофессиональным поведением водителей. Но, помимо всего, это также сказывается на людях, которые качественно выполняют свою работу. Сейчас, чтобы работать перевозчиком, нужно пройти несколько бюрократических процедур и пройти всевозможные тесты на наличие профессиональных навыков и знаний языка. Валерия Карташова, Универньюз. Вопросы, касающиеся жизни на других планетах, уже давно остаются открытыми. И исследования в этой области ведутся с космической скоростью. В связи с устоявшимися случаями природных катаклизмов, стало очевидно, что присутствует острая необходимость в освоении космоса. О том, какие планеты можно считать потенциально пригодными для жизни человека, и как скоро можно будет в этом убедиться, смотрите в следующем сюжете. Экзопланеты Экзопланеты — это планеты других звездных систем. Подобных сейчас около пяти тысяч. Существует еще около двух с половиной тысяч спорных кандидатов. В основном речь идет о крупных планетах — газовых гигантов типа Юпитера и Сатурна. Скорее всего, не потому что их очень много в нашей галактике, а просто их не так трудно обнаружить, как небольшие планеты. Среди этих планет есть те, которые пригодны для жизни. Всего в относительной близости от Солнечной системы ученым известно. Как минимум 12 экзопланет, которые потенциально могут представлять интерес для человека. Эти планеты находятся в зоне жизни. Однако на данный момент технический прогресс не позволяет человечеству достигнуть не то, что экзопланет, но и планет нашей Солнечной системы. Считается на спутнике Юпитера или, допустим, там спутники других планет Солнечной системы гигантов, но я хочу сказать следующее, что туда в настоящий момент времени, разумеется, переезжать невозможно. Учитывая то, что опять-таки влияние солнечного ветра, просто радиация огромная, это очень-очень будущее, о котором даже страшно говорить. Но я хочу отметить, что одна из таких вот теорий гласит, что в итоге мы должны переселиться туда, некоторые покрыты льдом, лед должен растаять, и, может быть, там удастся человеку и обосноваться. Оказалось, что для жизни всех 8,7 миллионов видов нужны три вещи. С одной стороны, для жизни на Земле нужна энергия. Сложные организмы, как мы, получают энергию от Солнца, а организмы глубоко под землей получают ее, например, от химических реакций. Различные источники энергии можно найти на всех планетах. С другой стороны, для жизни нужна една или питательные вещества. Тем не менее, все живое на Земле получает питательные вещества всего из шести химических элементов. И эти элементы можно найти на любой планете нашей Солнечной системы. Таким образом, остается лишь одна вещь, которую сложнее всего получить, и это вода. Но самым главным фактором все же служат не те химические соединения, которые необходимы для выживания, а те, что убивают организмы своей концентрацией. Самое главное даже не то, какие элементы должны присутствовать в атмосфере той или иной планеты, сколько, какие элементы не должны присутствовать в вещества. Например, человек совершенно не может дружить с СО2 углекислым газом или с СО угарным газом. То есть, если есть кислорода 21%, но есть СО2 или СО, то человек там жить не сможет. Хоть какое-то количество, там больше 6%, например, углекислого газа, человек уже не может жить, даже если есть кислород. Помимо этого, у ученых нет подлинных доказательств, что за пределами Земли существует жизнь в привычном нам понимании. Это напрямую связано с гипотезой о том, что Земля была намеренно создана с условиями, пригодными для жизни человека. Мощное магнитное поле, вода, кислород и водород, удачный размер и плотность, твердая основа и стабильность климата. Все эти условия недоступны на иных планетах, и нет никакой гарантии, что человечество будет иметь площадку для переселения. Следует сказать, что Вернадский еще утверждал, что все физические параметры как будто специально подобраны, чтобы образовалась на Земле наша жизнь. Даже включая гравитационный параметр, иначе бы не взрывались сверхновые звезды. И тот элемент таблицы Менделеева, из которого мы все состоим, по большому счету, не распылялся по Вселенной, и сюда бы он не попал. Таким образом, на данный момент не существует иной планеты, на которую можно было бы перебраться в случае глобальной катастрофы. Для осуществления этого у нас нет ни возможностей, ни пригодной Земли для переселения. Все это планы на ближайшее будущее, которые вполне осуществимы. Однако для этого нужно время и стремление найти подходящую для жизни планету, похожую на Землю. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok